После того, как я увидел это интервью, я подумал, ну все, тут все понятно, значит, бой подставной, этому чуваку заплатили деньги, он там лег, подумал я, мне казалось, что все, вопрос как бы решен. Но тут появляется комментарий от самого этого боксера Ричарда Ларти, и он, в принципе, объяснил все, как было, и все сомнения сразу же отпали. Давайте его послушаем. Я очень хорошо готовился к этому бою, понимаете, а люди разберутся. Как думаешь, Тумсо, когда ВВП откинется, что будет с Кадыровым и с его крабовыми беретами? Пойдут на Москву, заскучают, будут танцевать лесгинку, приуноют, так скажем. Кадыров, его товарищи, они внезапно, такое, при унынии на них нападет. Давайте вернемся к теме нокаута года, который мы обсуждали в прошлом эфире. Произошли некоторые изменения в этой истории, точнее подробности некоторые скрылись, поэтому я предлагаю для начала освежить память, давайте еще раз посмотрим этот нокаут, который был реализован с помощью бесконтактного удара через блок. И сейчас выяснилось, что оказывается, вот этот вот противник Абдул-Керима Эдилова, его зовут Ричард Ларти, он боксер из Гуанда, как это, страна африканская, я забыл. В общем, оказалось, что он на пять лет был дисквалифицирован, не имел вообще права выступать ни на каких соревнованиях. А за что он был дисквалифицирован, рассказывает об этом генеральный секретарь комитета по боксу, вот этой вот Уганды, страна называется Уганда. Значит, давайте послушаем, что он об этом говорит. Он был дисквалифицирован на пять лет за подделку разрешительного письма от имени управления Ганны по боксу на бой против Фабио для в Соединенном Королевстве в прошлом году. Это была грязная, очень грязная история, так что я не удивлен, если он участвует в других махинациях. Тогда, год назад, мы связались с комиссией бокса в Британии, провели расследование, был арбитраж. Он пытался оспорить решение, но его дисквалифицировали. С тех пор он не имеет права участвовать в поединках, нигде, ни в Гане, ни в любой другой стране мира. На всех сайтах написано, что он дисквалифицирован, но он все-таки приехал и участвовал в поединке в России. Сейчас мы еще решаем, собираем комиссию, скоро будем знать, какие шаги предпринем. Наверное, будем обращаться в суды, ведь это нарушение. После того, как я увидел это интервью, я подумал, ну все, тут все понятно, значит, бой подставной. Этому чуваку заплатили деньги, он там лег уже. Подумал я, мне казалось, что все, вопрос как бы решен. Но тут появляется комментарий от самого этого боксера Ричарда Ларти. И он, в принципе, объяснил все, как было, и все сомнения сразу же отпали. Давайте его послушаем. Я очень хорошо готовился к этому бою, понимаете? А люди разводят всякие слухи, что бой был постановочный, это ложь. Я прекрасно понимаю, что быстро проиграл, но иногда наши ожидания не совпадают с реальностью. Может быть, я совершил ошибку на ринге. Мой тренер сказал, что я потерял внимательность, расслабился. Маленькая ошибка может привести к смерти на ринге. Это случилось и со мной. Все, что говорят люди, это обман и провокация. Они не были на ринге, я был. И я просто ошибся. Потом тренер сказал мне, в чем дело. Я посмотрел видео и понял. Он прав. Мой соперник левша. И я попал под его левый удар. Ну, просто на первой минуте я хотел проверить его. Мне хотелось пойти в атаку и прощупать, а он стал прорабатывать боковые. Вот на один такой боковой я и нарвался. Все, что говорит обо мне федерация бокса Ганны, это саботаж. Этот саботаж организовал мой бывший менеджер. Он обманул меня, создал ужасные условия работы. Он просто подставил меня, из-за чего меня обвинили. Я теперь с ним не работаю. И на решение каких-либо организаций я не обращаю внимания. Слушайте, но после просмотра вот этого комментария, в принципе, у меня все сомнения отпали. Я думаю, бой был абсолютно честный. Он объясняет, что он рассчитывал, там у него был какой-то план на бой, но тот, значит, боковыми ударами, он же левша, оказывается. Думал, что правша, когда выходил на бой с Идиловым, а тот левша. Плюс к тому, он владеет техникой вот этого удара через стену, бесконтактного боя у этого Соловьева, по всей видимости, научился. И он, ну, не рассчитал. Он не ожидал, что, во-первых, будет левшой, во-вторых, еще применит удар через блок с левой стороны, левой боковой. И когда он вот свой главный довод привел, сказал, что я там был на ринге, а вас там не было, в принципе, меня уже все, все сомнения у меня отпали. Я принял его версию. И я хочу сказать всем тем, кто распространяет сейчас вот эти слухи о том, что этот бой нечестный, кто пытается очернить чистейшую репутацию вот этого боксера, а также кадыровского бойца Абдул-Керима Идилова, усомниться в его профессиональных навыках, навыках бесконтактного боя. Я хочу всем вам сказать, доиграйтесь вот с этой своей рософобией. Прекратите. Это был абсолютно честнейший бой, и его результаты вообще никак нельзя ставить под сомнение. Вы еще увидите ни один бой с участием Абдул-Керима Идилова, но он еще покажет вам, как он будет отрубать людей, просто находясь в своем углу, не касаясь даже этого своего противника. Так что все еще впереди. Прекращайте с этой своей рософобией. Зря-зря, Тумсо, не та публика. Я уже предвижу, конечно, то, что будет. Тумсо, Субханаллах, ты что, не видишь, что это явно нечестный бой? Тумсо, рософобы это те, кто ненавидят Росаева? Да, да, именно. Те, кто не любят песни Хусейна Росаева. Их называют рософобами. И в числе вот этот хирург Залдостанов. Кстати, не слышно, да, в последнее время его заметили? Раньше там на фоне Путина везде появлялся с этими своими мотоциклами и байкерами, их называют даже, язык не поворачивается. Плюшевыми байкерами. А тот на тебе просто пропал, как воду ханул. Больше с Путиным не дружит Кадыров, что-то не ездит Кадыров, его не приглашает на свои эти бои. Кстати, вот на бой был Керима Идилова, можно было бы пригласить этого хирурга, я думаю. порассуждать с ним о рософобии. И пригласить туда Хусейна Росаева. Собспел. Добрый вечер. Я как спортсмен могу подтвердить тот факт, что могут люди через блок в нокаут улететь. Аликому салям. Да я и не оспариваю. До этого оспаривал, я тоже подвергся вот этой пропаганде. Все сомневались, что через блок вырубил. Неправда. Я тоже откупился, наверное. Но когда этот боец, противник-то был Керима Идилова, сказал, что я там был в ринге, вас там не было, я понял, да, действительно, меня же там не было, откуда я могу знать. Поэтому, да, причем Соловьев же владеет этой техникой бесконтактного боя. Почему Идилов вполне мог бы у него поучиться, например. Может быть, они где-то встречаются, проводят какие-то тренировки, может, на сборах вместе бывают. Кто его знает. Я, короче, все, я здесь прозрел в этом вопросе, у меня нет никаких сомнений. Я, короче, все, я здесь прозрел в ринге. Субтитры создавал DimaTorzok